Итак, чтобы помыть собаку, поднесите её к ванне и пользуйтесь той рекламой, которая идёт на YouTube. Ладно. Чё, на ногах съедим? Ну ладно. На ногах съедим. Привет, интернет. Мы сейчас собираемся пойти погулять. Хочу вам показать тюбика. Смотрите, он в собачьем скафандре, чтобы с ним погулять. И самое интересное. Тюбами, покажи свои кроссовки. Во! Тапочка. Ну то, что на улице уже, типа, зима. Чё-то у нас тут грязь какая-то. Ладно, идём гулять. Давай. Вперёд! Ура! Мы в парке. Тюбик, наконец-то, выбрался на волю. Ладно, не буду вам показывать собаку. Вот так вот буду показывать собаку. Видите, как он нас одет в клетчатые с этими, с ботинками. Ну там уж холодно ему. Это, может, большие собаки могут без тапочек гулять. Тюбик у нас не может, потому что он нежный пёс. По стюбику, кстати, немножко похоже. Видите, он ещё вспомнил молодость. Это камелоты. Бу. Раньше ходил когда-то и в этих, в гриндарах. Но это было в школе. Тюбик. Тюбик только за одним ходит в лес. Мы пошли тут посмотреть. А он всё в туалет, да в туалет. У него праздники. Навелом ещё-то. Может, на велике сгонять сюда как-нибудь с утра. Не пробежка, а на велике. Зимняя прогулка на велике. А что, должно быть прикольно. Тюбик, улыбнись. Вот такое деревья. Кстати, там уже пруд и замёрз. О, видите, всё замёрзло. Время покупать лыжи. Там чуть-чуть не утошли. Покинь, сколько ему лет. Вот так, чтобы вы просто поняли по размеру. Вот этого, небось, сколько лет? Двести, наверное. Что-то ветер здесь такой. Может, прощайте. Замёрзли прямо. Холодно. Ну, смотрите. Голуби прилетели покушать. Какой большой скворечник сделали. Здесь их прямо много. Кстати, у нас тут белочки водятся очень много. Вот. Сушёные яблочки им сюда принесли. Смотрите, как много сделали. Классно. Всё для белок. Всё для животных. Если постараться, то можно её где-нибудь увидеть. Конечно, может, это неправильно, но в душе я всегда ребёнок. Во-первых, проводите, пожалуйста, и вид сбоку, как мы сейчас поедем. Тюбик вообще не понимает тебя. Чё? На ногах съедем? Ну ладно. На ногах съедем. Ох! Это было легко. Ну ладно. Тюбик такой, куда бы ещё сходить погулять. Слушай, так классно, прям снежок. Ещё? Да ладно, хватит. Уточек нашли. Смотрите, какие красавцы. Видите, как вам природу показывают. Слушай, та камера прям вообще классно снимает. Погуляли, наверное, минут 20. Сейчас хоть и минус 5, но как-то прям прохладненько в парке чувствуется. Всё, выдвигаемся домой. То, что мы замёрзли. Горячего чая надо попить. Вот такие вот сопли зимние. Итак, чтобы помыть собаку, поднесите её к ванне и... Пользуйтесь той рекламой, которая идёт на YouTube. Ладно, поехали, вложки начинаем. Тюбик моется. Всё. Это существо нельзя кормить после полночи и мочить. Иначе оно превратится в гремлина. Тюбаник, такой же ты страшный, когда мокрый. Ха-ха-ха. Ну вот, опять бешеный пёс начинается. Кстати, мы же вчера снарядили ёлку до конца. Извините за мою прическу, я, конечно, пришёл под шапку снял. И вот так вот всё. Сейчас я вам... Тюбик всё бегает. Включу и покажу, как она у нас светится. Значит... Бам! Ну, там много режимов. Знаете, там около 8 или 10. Вот такая вот у нас ёлочка получилась. Красивая. А вот тот спрей, про который я говорил, которым мы хотим что-нибудь покрыть, возможно, поверхность вот этого стола. Видите, она такая хромированная будет, золотистая. Вот серую не нашли хром. А хром золотистый нашли. А ещё существует у меня такая беда. Я очень люблю попкорн. И раньше покупал попкорн такой, знаете, просто как зерно кукурузы. Отдельно продавалась. В сток мы не покупали. По 20 рублей за упаковку. Из этой упаковки выходило примерно 3-4 раза. Теперь приходится брать вот такой вот блокбастер. Оригинальная соль. На самом деле я не делаю рекламу вот этому бренду. Мне не нравится, что здесь всё в масле. Потому что это полная жопа. И это есть невозможно. Сейчас я покажу, как я справляюсь с этим. Упаковку можно выбрасывать. Так, она нужна будет только вот эта вот внутри. Смотрите, что нам потребуется. Берём вот эту пачку. Мы её не кладём в микроволновку, а отрезаем. И весь наполнитель, смотри, что там внутри. Вы только посмотрите, вот это вот, вы вот это вот едите. Смотрите, сколько жира или масла, или что это за хрень такая. И это, короче, всё отсюда достаю и промываю. Чтобы это вот это масло или жир какой-то, наверное, может пальмовый, не есть его. Но выглядит пока на самом деле вот хреново. Блин, прикинь какая подстава. Небольшой лайфхак. Просто так вот эту хрень отсюда не отмоешь. Есть моющие средства. Да, можете обычно использовать. Короче, мы сюда выдавливаем моющие средства для мытья посуды. Без него это нереально отсюда отмыть. И, короче, промываем. На самом деле сложно. И вот зерно попкорна уже хрен где отдельно найдёшь. Я смотрел, есть по 25 килограмм упаковки. Но там фирма не выходит на связь. Я бы купил 25 кило попкорна. И смотрите, вот это вот после первой промывки. И то это ещё не всё. Видите, вот это вот белое. И это идёт нам внутрь. Надо ещё промывать и вот это вообще всё вымывать, чтобы было чистое зерно. Ну а дальше берём сковородку. Я на ней обычно делаю попкорн. Включаем и наливаем уже чуть-чуть масла. Нормального масла оливкового. И здесь уже нет такого количества вот этого жира или масла. И так же всё это высыпаем. У нас получается вот чистое зерно попкорна. Я ещё люблю посолить это прямо вот здесь вот. И потом ещё сам попкорн посолить. Вот. И что нам ещё нужно? Крышка нужна. Накрываем крышкой и ждём пока всё лопнет. И вот как раз попкорн уже, ну это зерно. Кукуруза начинает превращаться в попкорн. Главное крышка. Иначе вы будете весь в масле. И попкорн будет не здесь, а там. И таким образом у нас получился менее вредный попкорн. А представьте что такое. Если там двойное масло ты короче покупаешь. То там вообще наверное ужас. Здесь хотя бы немножко оливкового. И вкус уже совершенно другой будет. Ну всё. Погнали кушать. Я думаю что 60 фпс как бы не очень сейчас на ютубе. Мне не нравится их смотреть. Герман. Да знаю про шапку в машине забыл. Лень было идти. Ко всем комментариям которые хотят найти такой камин. Просто набираете fireplace. И убираете такое самое долгое видео. Кстати новогоднее настроение не только в комнате. Но ещё и на кухне. А я думаю что-то не горит. Вон видите тут проложили гирлянду. Это вот старая. Которая у нас на ёлке была. И теперь она украшает нашу кухню. Работай. Вообще чума. Вот самая клёвая штука здесь. Это вот эта вот подсветка. Ништяк. Пускай у вас в святая святых. В наш холодильник. Реклама. Сейчас будем кушать. Вот эти вот. Не макароны. Это паста. Здесь конечно паста с шпинатом. С оливками. И с помидорками. Олька у меня молодец. Готовит всякие необычные разнообразные блюда. Я только это кушаю. Кстати ещё вот спасает бабушкин сок. Реально из своих яблок. У меня бабушка делает сок яблочный. Может целую бутылку выпили. Точнее банку. Сейчас посидел за компом. Наверное два часа времени не провёл. Пока там всё сделаешь. Пока здесь всё сделаешь. Поработаешь. Уже как-то всё за комп. Не хочется садиться. Вот. И по видосам всё сделал. Запланировал. Короче. На ближайшие два дня точно есть видео. Сейчас сидит наушники. Обзор наушников вышел. Наушники прикольные. Да помните где 24 разнообразных дизайна. А у меня всего лишь пять доехало. Ну. Ладно. Скажу вам об одной выгодной покупке. Вчера купили вот это в метро. Это их вот. Фирма Хорика. Выпускают. Такая. Патронташка. Вот этой колбасы. 500 грамм. Стоит 160 рублей. Прикиньте. Она вся нарезанная. Получается очень выгодно. Мне кажется. В метро продаётся. А теперь декабрьский чаёчек с лимоном. Обожаю чаёчек. Правда видите. Не пуэр. А лептон. Лептон с лимончиком. Смотрите какая у меня большая чашка. Правда не моя. Оркина. Я у неё позаимствовался. Фотосессия с попкорном. На самом деле я его не доел. Потому что одному съесть такое количество сложно. Оставил. Вот. Не знаю. Можно потом будет разогреть в микроволновке или нет. Но он что-то не напылился. А вообще я тут сижу. В такой западне. Тут. Орка снимала видео. Вот так вот. Знаете. В разных местах снимаем видео. Здесь у меня как раз это новое зеркало наше. Эппловское. Кто спрашивал. Вот металл. Это реально металлическое. Вот это вот. Задник металлический. Что-то нет. С русским языком. Конечно. Плох. И стёкла впереди. Очень круто. Тух. Тух. Учимся краситься, ребят. Берём какую-то кисточку. И наносим, наносим себе что-нибудь. А потом берём. Что это такое? Берём что-то. И наносим, наносим. Ладно, шучу. Вообще пойду отсюда. Ничего не буду трогать. Накажут. Кстати, в группе я у вас не просто так спрашивал, какой цвет колонки вам больше нравится. Белый или чёрный. И вы ответили, что чёрный вам больше нравится. А это означает, что совершенно в ближайшее время... Что? А это означает, что в ближайшее время запилю видос, где мы разыграем чёрную колонку, вот эту. Доставка будет по России. В условиях конкурса никаких условий не будет. Нужно будет просто заполнить, к примеру, имя и электронный адрес и всё. Круто, да? Даже не нужно быть подписчиком меня на канале. Ну, сейчас я чё-то понял. Да смысл этого? Типа подписаться на меня. Если человеку нравится, он в любом случае подпишется. Чё насильно-то делать? Ребят, кстати, могу вам дать совет всем начинающим и уже вообще ютуберам, заведите себе, например, тетрадь. Это моя уже вторая тетрадь. Я специально взял большую. И здесь записывайте идеи для роликов. Понял на своём опыте, что если нужно придумать какую-то идею, вот ты садишься и такой, блин, сейчас придумаю идею для роликов. Ни хрена не придумываешь вообще. То есть идеи для роликов как-то вот они бас, всё пришли. И надо сразу записать, потому что забудешь. Сначала записал, оп, сначала на листочек. Потом надо слово перенести и поставить в план. Когда будет время, нужно будет заснять. Вот такой маленький совет. купить коробки, заведите тетрадку и, как приходит идея, в голову в телефон запишите, а потом сюда переносите. Поставил, кстати, новую заставочку на второй монитор. Крутая, да? С Яндекс Фоток взял. И решили съездить поесть. Знают, так, для разнообразия, чтобы не готовить, съездим поесть. На наших новогодних, рождественских оленях едем в Бевелья хилл с новогодней музыкой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля вот умею так петь кстати песня из помог один дома все смотрели один дома прикатили мы столько в павелли раньше москве было а теперь много кафешка американска дайна а мужик Пришли, даже засели. Смотрите, какая атмосфера здесь прикольная такая. Реально американских дейнеров. А я в последнее время... Я, конечно, все бургеры уже пробовал. В шок выводу, что вот этот американский бургер все то же самое. Только смотрите. На 100 рублей дешевле. Ну, все пробовал. Правда, уже все. Кроме большой башни. Я думаю, что это вообще неподъемная тема. Там три, по-моему, котлеты. Хотя, может, это она. Но это очень было круто. В итоге подумал, что я все-таки хочу есть. Возьму себе такой тройной клапс-сэндвич. Посмотрим, что это такое. С утра мы бегаем, а вечером мы едим. Смотрите, какая тема. Это называется тройной клапс. Внушительно. Здесь картошка фри. И вот этот клапс-сэндвич с курятиной. А, нет. Да, там курица, ветчина. И что-то еще. Большая штука. С кофейком. Сэндвич. Ты мой Эверест. О, какой ты большой. Короче, тройной клапс-сэндвич это неудобно. Очень. То, что начинаешь в одно месецку в саде, в другом вываривается. Приходит так, тем, по чуть-чуть. Тем вкуснее. Все. При этом у меня аппетита. Короче, я сдался. Я не доел. Надо домой взять. О, ребят, накормили вы нас. Вон, даже домой с собой забрали. Обслуживание было классно. Спасибо. Обычно здесь нас очень плохо обслуживали. Но сегодня какой-то прям специфический вечер. Звезды, видимо. Спасибо, звезды. Звезды так сошлись, что нас хорошо обслужили. Наелись. Нагулялись. Каждый день провели. Отлично. Спасибо, что вы были сегодня со мной, с нами. Конечно, Ольга тоже снимает влоги, но выкладывает на своем канале. Ссылка у меня в рекомендованных каналах есть. Мы пришли домой. Сейчас будем второй день уже смотреть рождественские фильмы. Потому что весь декабрь, каждый день нужно смотреть рождественские фильмы, чтобы создавать себе настроение. Вчера мы смотрели «Привет, семье». Классный фильм. Все фильмы, которые мы смотрим, вы их тоже смотрите, потому что они клевые. Сегодня мы будем смотреть «Пережить Рождество» с Беном Африком. Включили свечку. Твайлайт. Пахнет тоже так, ну, можно сказать, по-рождественскому. Хотя вот эти свечки, они стоят, блин, дорого. Есть рождественские. Включил свою еще гирлянду верхнюю. Вы ее видели, как космический корабль. О, елка горит. Ну все, мы, конечно, скачиваем фильм и идем отдыхать. Спасибо, что сегодня были с нами еще раз. Оценивайте, комментируйте. И увидимся с вами завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok